На улице четырёхчасовую очередь, двухчасовую, чтобы попасть в магазин, и в результате это не всегда оказывается верным, понимаете, потому что качество, опять же, качество наших товаров, оно ужасающее. А очереди, ну вообще сама проблема вот этих очередей в наших магазинах, это не только унижает достоинство человеческое, но и вообще унижает нашу советскую торговлю, мне кажется, потому что нигде в мире, у нас ведь люди, они в магазинах не покупают, они достают, достают либо случайно, либо у спекулянтов, либо отстаивая те же самые очереди, понимаете, а это эфемерно в результате, потому что ты стоишь и ничего не получаешь, в лучшем случае тебе что-то достается, но это никогда не бывает отечественным. Я знаю, что у нас, в общем-то я знаю, что сейчас очень трудно одеваться в наших магазинах, особенно одеваться молодёжи, потому что какое-то очень странное ценообразование. Вот я просто могу вам в качестве примера привести. Вот в этом сезоне, в этом году модно стали мужские брюки из пальтовой ткани. Мы с мужем купили материалы, отдали в ателье, и нам эти брюки обошлись для него в 27 рублей. В ателье индивидуально пошива. А потом, ну прошло несколько дней, мы пришли в магазин «Элегант», где нашли те же самые брюки в торговом зале за 63 рубля. А там серийное производство. Серийное производство, они масса, их тысяча одинаковых брюк, но почему-то они стоят 63 рубля, понимаете? И вот любое пальто, ну вот, я не знаю, ну вот это пальто, это же искусственный мех, это не может стоить так дорого. Известно, что покупатель всегда прав. И сознание собственной правоты помогает нам беречь нервы, уходя из магазина без покупки. Магазинов во Львове много. С ближайшей горы их не видно. Но мы точно знаем, что где-то здесь есть торговая точка, в которой продают изделия уникальные в нашей стране фирмы. Она производит одежду только для молодежи. О создании такой фирмы, если вы помните, мечтали герои нашего предыдущего фильма. И вот он, престиж. Начинается фирма здесь, в профтехучилище, где готовят будущих рабочих для швейной промышленности. Молодых жителей Львова наконец-то поняли в обкоме комсобола. И помогли организовать сквозную бригаду, которая сама шьет, ну и продает тоже сама в своем специальном магазине. Вот так молодежная мода получила наконец-то торгово-промышленную базу. Ну попробуй дать. Но пройдет какое-то пусть короткое время, ну пусть полгода каких-то. Хуже ж не будет, чем есть уже сейчас в нашей отрасли, правда? Уже хуже не будет. Дать попробовать посмотреть, что из этого получится. Это мнение директора Львовского дома моделей Надежды Петровны Никифорук. Посмотрим. Да, ну хорошо. Там тоже надо какой-то... А сенсором, азарь деталь еще не решается. Да, там тоже надо какой-то... Посмотрели и увидели, что пошитую ими одежду люди носят. И, похоже, даже радуются. А может быть, кто-то и гордится тем, что носят фирменную вещь. Вы свои модели видели в городе? Видели. Чего? Когда? Как? Видели. У нас магазин молодежный для молодежи. Не там? Магазин мы знаем, а вот на люди. На люди. Батила? Я кистила костюм, которые мы шили. Вы видели? Вы видели? Костюм мы шили, брюки и жилет женский. Я видела. Девушка шла. Курточки такие серые мы шили. Со сборочками входят. Чтобы приодеться, молодой ревнитель моды готов даже терпеть определенные трудности. Ну, скажем, добираться из центра Львова на окраину, где разместили единственный в городе магазин молодежных товаров. По-украински он называется «товары для молоди». Продукцию, сделанную львовскими девчонками, представляет одна из секций. Другие торгуют обычным товаром. И покупатель может сравнить. Выбор больше, чем во многих магазинах. Магазина здесь очень хорошая обеспечение, обслуживание хорошее. Как цены. И цены хорошие. Я хочу вас спросить, как вы считаете, очень дорого это для такой вещи? Совсем не дорого. Я руку еще не дорого. Ну, тогда мы вас поздравляем с Паркутом. Одеть четверть миллиона молодых жителей города в одной секции, конечно же, немыслимо. Но иных мода все-таки одаряет улыбкой Джаконды. Скажите мне, пожалуйста, какую вещь. Вот вы сами. Где одеваетесь? Только правду? Только правду? Конечно. Я ему сказал, что я все покупаю в престиже, но большую часть здесь. Правда? Да. Вас удовлетворяет то, как они шьют, как они делают? Большинство из этого удовлетворяем. Основной факт, чтобы подтверждать, что конструирование действительно находится на должном уровне, говорит о том, что даже работники нашего магазина приобретают изделия престижа. Это основное, я думаю. Конечно. К счастью, товаров хватает не только продавцам престижа. Многие уходят отсюда с покупкой. Рукава? Застегните, посмотрите. Очень хорошо сшито. У нас, например, таких нет. У вас это где? В Гаграх. В Гаграх. Ну что, откуда ж в Гаграх такое? Не шить учат в большинстве швейных ПТУ. Вот строчить и пороть? Да. Отрезать и прикладывать? Обязательно. Но не шить все платье от начала до конца. Да еще и журнала мод. И похоже, что во всей стране только девчонки из львовских профтехучилищ могут похвастаться, что видели на ком-то вещь, полностью сшитую собственными руками. И комплимент в книге отзывов, видимо, адресует только им. Когда однажды в приватной беседе с известным французским модельером Пьером Карденом я рассказал ему о существовании львовской фирмы «Престиж», он серьезно задумался и горько произнес «Это начало моего краха». Думается, что он недалек от истины, и «Престиж» скоро составит ему серьезную конкуренцию. Молодцы. Для начала успокоим месье Кардена. Рано ему пока закрывать свою знаменитую фирму. Пока. «Престиж» делает только первые шаги. Директор 32-го ПТУ Иван Демьянович Лонской. Хорошее начинание, очень хорошее начинание для молодежи. Мы сейчас почувствовали, насколько появился интерес всего инженерно-педагогического коллектива училища, и особенно выпускных групп третьего курса. Каждый желает попасть в это, чтобы шить особо модную, сложную модели для молодежи. Конечно, конечно, целесообразность есть в этом. И практические навыки, и практическая польза. Конечно. А представьте, если бы дали девчонкам все, что нужно. Ну, все, чтобы пошить остромодную вещь. Дали бы современную модель. Приличную конфекцию, фурнитуру, ткань. Ну, а ткани, которые он получает, ох, они не отвечают требованиям сегодняшнего запроса молодежи. Да. А нитки? Попробуйте подобрать нитку, чтобы делать делочную строчку точно в том, как это нужно. Что же? Особенно вот очень тяжело, когда получаешь импортные ткани, у них там колористика более широкая. Мы даже смотрим на модель. Наши бедные конфекционеры. Несколько кругов по всему городу. Все. Промышленные предприятия, ателье, где возможно, где какая розница, что в магазинах есть, поискать, чтобы найти эту нитку, чтобы она соответствовала этой ткани. В теле времени. Учтенные кем-то? Неучтенные. Нынешней легкой промышленностью неучтенные. А как быть с этими девушками, которым работать в завтрашней легкой промышленности? Трудно сказать, что с ними будет завтра. И мы в нынешней-то ситуации тесно. Ну, а вот это уже наша такая основная проблема. Теснота. Это училище нам великодушно выделило комнату свою, классный кабинет, вернее. Мы потеснили учеников, чем создали определенные трудности для них. Это в то время, когда у нас во Львове, на улице Галатской, 15, есть прекрасные помещения, уже которые длительное время пустоют. Но самая большая сложность в том, что нет хозяина на эту площадь. Пустое. Пустое. Совершенно пустое. А что думают об этом комсомольские вожаки? Спросили мы у директора фирмы «Престиж» Ольги Владимировны Яковенко. И вот они предлагают, эти наши комсомольские вожаки, сделать партизанский такой вот акт. Просто без всяких на то разрешений и писем, бумажек, занять чисто волевым решением. Занять и работать там. Может быть, именно потом как-то уже объявится хозяин, и может быть возможность какая-то вести переговоры на эту тему. Решились пригласить молодежную моду в родной город? Так найдите же достойные ее величества апартаменты. Ненормально, конечно, самовольничать на городских площадях. Что и говорить. А наблюдать серость и запустение в центре своего города – это нормально? Да еще когда по рассказам Саши Копылова знаешь, что здесь можно сделать такое. Я себе мыслю сделать, в общем, такой молодежный центр города Львова. Молодежный центр торговый и в то же время информационный. То есть куда это было бы любимым местом, где бы встречались молодые люди. Я считаю, что высшая похвала – это когда бы назначали свидание, допустим, у Престижа. Здешние парни и девушки знают, что им нужно. Магазин, клуб. Причем не только для покупок. Для общения. Для совместной работы. Они сами в состоянии сделать такой центр. Об этом подумать. Никакой случай. Как я ему на баланс взять? Если бы это вопрос был о новой технике, я уже беседовал. Согласно этих инструкций. Если это будет вопрос о новой технике, только тогда я могу взять. И то при наличии из высшестоящей организации, если мне будет численность, если мне будет фонд зарпланты, тогда я могу включить план новой техники и выплачивать. А так я сейчас ограничен. Ну, правильно же говорит директор Львовского объединения торг-реклама. Нельзя. И он не одинок на своей колокольне, откуда не видно молодежной моды. Пошить десяток другой престижных изделий можно еще разрешить. Мечтать сколько угодно. Строить планы – пожалуйста. Сочинять прожекты – ради бога. Только не создавать проблем начальству. Каждый сверчок – знай свой шесток. Каждая фабричная девчонка – свою швейную машинку. Каждый продавец – свою лавку. И главное, чтобы никаких инициатив. Будет команда сверху – перестроимся. А пока – ни-ни. Что же касается престижа, то, как рассказал нам инструктор Львовского обкома комсомола Игорь Приставский, эта фирма к моде отношения имеет косвенное. Увы. Все считают, что задача молодежной фирмы «Престиж» – это насытить прилавки наших магазинов особо модными, дефицитными изделиями для молодежи. Задача же престижа совсем другая. Мы видим основную цель в том, чтобы воспитать у наших юношей и девушек, которые работают в молодежной фирме, иное творческое отношение к труду. Вот если мы тот дух творчества, личной ответственности за честь советской марки сможем перенести на швейные предприятия, базу и предприятия наших училищ, если этот дух и атмосфера творчества, новизны распространится на все предприятие, то, я думаю, задача престижа будет выполнена. В этом и смысл нашей работы. И вот усвоив, что такое престиж советской марки, придут девчонки работать на базовое предприятие. Придут их, поставят шить пальто, похожее на шинель. Брюки, которые сродни штанам брандмайора. Батник, как ватник. И, прости-прощай, юношеские мечты. Да и мода. Правильно? Нет, здесь, наверное, по-другому надо сказать. О том, что если мы сегодня говорим о молодежной моде, значит, она в первую очередь, конечно, зависит от разработки моделей. То ли это дома модели, то ли это группа художников и конструкторов непосредственно на предприятии. Но и она одновременно зависит сегодня и от структуры тканей, которую мы получаем. Потому что, если текстильщики сегодня, значит, разнообразят количество тканей, которые приемлемы для молодежи сегодня, для молодежной моды, то, естественно, и промышленному предприятию сегодня, значит, будет дана большая возможность выпускать эти изделия. Это в первую очередь. И второе. Дело в том, что мода очень зависит от технического прогресса. Она очень зависит сегодня от того оборудования, которое мы сегодня применяем, от той технологии, которую мы применяем. Нина Николаевна Барачик, директор швейного объединения «Маяк», говорит знакомые слова. Ведь каждый, кто последние десятилетия читал газеты, помнит, чего не хватает легкой промышленности. И, похоже, некому задуматься над очевидным недоразумением. Вот смотрите, девчонки из ПТУ, вчерашние неумихи, на бабушкиных швейных машинках угнались за молодежной модой. А фабрика, хоть и с несовершенным, но все же промышленным оборудованием, никак. Девчонки горят на работе. Фабрика хладнокровно пошивает ассортимент. Девчонки ратуют за престиж своей марки. А фабрика без этого как-то спокойно обходится. Девушка, скажите, пожалуйста, на вашем предприятии шьют вещи для молодежи? Конечно, только для молодежи. Скажите, пожалуйста, вы носите вещи, которые шьют на ваше предприятие? Вообще-то я нет. Если ранее процесс утверждения модели, то есть от разработки художника до выпуска этих моделей шло примерно полтора-два года, то сейчас этот процесс, конечно, значительно сократился. Я уже сказала, в связи с выходом 489-го постановления, которое дает возможность сегодня утверждать модели непосредственно художественным советом предприятия с участием торгующих организаций. Вы понимаете, вроде вышло вот это постановление новое, 489-е, много вроде свободы, вроде пообещали, что каждый себе будет рассматривать. Теперь, ну, пока это идут разговоры, что вроде опять будут все-таки где-то и нас контролировать в чем-то. В общем, нам еще не дали попробовать, что мы можем, как уже опять какие-то идут мысли, что все-таки... Да, и права дали, а швейники все-таки топчутся на месте. Вот и новый хозяйственный механизм внедрен, а результат-то минимальный. Что это? Утрачен секрет хорошей работы? Вот обязать бы всех мастеров и мастериц носить только то, что они шьют и мастерят. Для Диша вспомнился бы секрет. Впрочем, у львовского маяка есть другой выход. Он рядом со входом. По соседству с фирменным магазином дверь к двери магазин уцененных товаров. Однако с горы это соседство как-то незаметно. Тихо вокруг. И разбавленное молоко тумана заставляет двигаться с оглядкой, не торопясь. Тише едешь, дальше будешь. Но мы так долго ехали тихо, что хочется сказать, наконец, честно. Престиж, при всем его обаянии и молодости, не приблизил нас к моде. А только подчеркнул беспомощность легкой промышленности в отношениях с молодежной модой. Надо искать другие методы. И мы знаем, где. В Таллине. Здесь легкая промышленность, без долгих согласований и утверждений, придумывает модели, шьет их и продает в своих фирменных магазинах. То есть воплощены многолетние мечты всех, кто нас одевает. И мы поздравили с экономическим экспериментом генерального директора швейного объединения Балтия, Светлану Павловну Чуклову и коммерческого директора Эдуарда Львовича Бурыха. Все новое всегда сложнее и труднее. Но цель сама себя оправдывает. Мы уже не первый год работаем в эксперименте. Если вы имеете тот эксперимент, по которому мы работаем. Вам передали оптовое звено? Я знаю, да? Мы не первый год работаем. Я считаю, что условия работы в эксперименте дали уже свои результаты. Ведь мы многие годы говорили о том, что нам необходимо сократить вот этот срок подготовки модели от модели до потребителя. То, что художественные советы существуют на предприятиях, и предприятию дано право утверждать самим модели, определять размер надбавки к индексуэн, это значительно ускорило. Мы ни от кого не зависим. Однако похоже, что такая независимость мало радует директора магазина молодежных товаров «Юность» Галину Александровну Маслову. Сейчас договорные цены промышленности за них отвечают, но надбавку берет иногда 100, 200, 300 процентов. Это же немыслимо. Я всегда говорю, вы спрашиваете, какая себестоимость уже была? Не спрашивайте, вы покупаете. Да. Поэтому это наше дело, себестоимость. Нравится? Качественно? Предлагаем такую цену. Согласны? Берите. Нет, мы дадим другим. Так мы вчера поставили перед торговлей вопрос. Промышленность решила, что может пойти вот таким путем. И сегодня мы, чтобы не отстать по вопросу обновления, конечно, вынуждены закупать товары по договорным ценам. Что для нас этот вопрос, вы сами понимаете, не очень социально-политически правомерен. Мы все-таки твердо убеждены, что товары для молодежи должны быть доступными по цене. Чтобы разобраться в ситуации, мы пригласили экспертов. Ирину Фадееву, научного сотрудника всесоюзного НИИ конъюнктура и спроса в торговле. И Кристо Каянду, главного художника Таллинского дома моделей. Для какого возраста примерно, как вы считаете, такое пальто? Это более для молодежи. Это молодежи, это такой подросток, да? Да, подростки. Скажите, предел 20-22 года, примерно так, да? Вот если говорить вообще о подростке, или, допустим, ну кто у нас, студенты, 20-23 года, еще студенты, молодые специалисты, вы сами знаете, что такое проблема оклада. Цена 174 рубля. Да, это японский материал. Все зависит от стоимости материала. Ну это и правильно, это же договорная цена. И мы ее не делаем выше, чем аналогичные изделия импортные, а ниже, ниже. Ну, допустим, чуть ниже. Ведь немного дешевле импорта – это не аргумент. А вот пустой торговый зал ферменного магазина, пожалуй, аргумент и серьезный. Это не обиденный перерыв. И наш покупатель может это подтвердить. Раньше этот магазин был очень хороший. Когда он относился к таллиннскому промторгу, здесь можно было сделать выбор одежды. И действительно было выбрать кое-что. А сейчас придется, что называется он фирменным магазином, но в нем нет того, что должно быть как у фирменного магазина. Возьмите цены. Цены здесь действительно очень большие, высокие. Цены, мне кажется, идут как-то случайно или наугад. Тем более, я хочу выразить такую мысль, что сейчас предприятие, когда выпускает новую продукцию, она имеет надбавку, как новинка. И часто стоит что-либо изменить там, незначительно. Ну вот здесь, кстати, большинство товара с индекса МН, то есть новинка. Ну, новинка, по-видимому, проходит по очень упрощенной схеме. Может быть, там пуговицу чуть ниже опустят или ее на другой борт сделают. То есть принципиально нового ничего нет? Да, принципиально ничего нет. И даже хуже, чем было много лет назад. Ведь раньше без этих вот новинок, без этих вот стимулирующих средств, которые были, товар можно было купить. Можно было найти на каждый свой вкус. Кстати, вот вопрос. Да, интересный вопрос. По этому поводу. Вы носите вещи с производства собственного? А как же. Конечно. А как же? А, только. Как только? Ну, например. Например. Эдуард Иванович. В данном случае это не то? Это не то в данном случае, да. В данном случае не то. А вообще все время именно то. Ну, это как раз как исключение. Да. В данном случае не то. Он мне серьезно говорит. Нет, нет. И директор, и главный инженер. Это я даже не знала. Вот у меня висят пальто. Кстати, я даже не знала, что это не наше. Мы точно такие же делаем. Я не зря показала. Мы точно такие же делаем. У нас такая ткань есть, все. Только разных расцветок. Серая, синяя. Просто сейчас были такие погодные условия, что уже выбираешь что. А занятный поворот темы, не правда ли? Вот до сих пор неблагоприятные погодные условия мешали у нас только сельскому хозяйству. А нынче погода заставляет носить то, что сделано там. Итак, мы в магазине «Силуэт», который является фирменным магазином производственного швейного объединения имени Клементи. Этот магазин является лицом швейной промышленности города Таллина. Будьте добры, здесь представлен ряд моделей. Скажите, пожалуйста, что бы вы из этого всего купили и что бы не купили? Совершенно определённо. Ничего бы не купила. А почему? Вот эти пальто я даже маме своей бы не купила. Но они, я не знаю, они модные. Абсолютно цвет страшный. Воротник вообще безобразный. Просто как вот вы оцениваете? Ужасно. Это ужасно просто. А что вам нравится? Может быть на этом стенде что-то? Космы приятные. А вот скажите, по цене это вообще доступно для ваших доходов? Допустим, вы бы были приверженцы классического стиля. Как вы считаете? Ну, по цене, вы знаете, сейчас такие цены, что, в общем-то, доступно и недоступно, мы всё равно покупаем. Брюзжать, конечно, не хочется. Но при ближайшем знакомстве как-то не слишком обаятельно выглядит массовая продукция здешней лёгкой промышленности. Молодёжной моды хочется. И где же ей, кстати, быть, как не в магазине остромодных вещей? Вот я пришла в магазин Молод, я хочу выбрать себе уникальную нарядную вещь. Ну, тогда вот уникальнее только там по одном эксемпляре, который я внизу сказала, там вот только одно, и вы будете одна и единственная. Вы знаете, вот, может быть, я не права, конечно, но мне кажется, что такая вещь в этом магазине просто не должна продаваться. Потому что это дискредитация вообще идеи самого магазина этого. У нас всё-таки в нашем магазине нету такого товара, который предназначен для магазина особо модных изделий. Заведующая секцией Илья Саду. Модных, остромодных изделий, которые бы отличались от других товаров. Я смотрю спират цену. 40, 80. Ну, это опять мы всё, не, уже, как сказать, обидно и трудно сказать для средней покупателя. Это тёплое платье для, ну, рабочее платье. Рабочее платье? Да, тёплое рабочее платье. Она тоже такая, которая не особенная. Нет, она, видите, пройма всё-таки такая удобная, уютная, низкая. И она такая, которая не портит никого. Криста, ну, если вы так считаете, то объясните, пожалуйста, каким образом это платье появилось в магазине мод? Вот. Что может воспитать такое платье? Какой вкус? Вообще о каком вкусе может идти речь? Или вот это? Ну, я не знаю. Любое, мне кажется, любое платье с этого кронштейна сними. Что? О чём? На какого покупателя это рассчитано? Это просто ужасно. Это ужасно. Большие размеры вообще ужасные. Скажите, пожалуйста, вот среди вот этих платьев на этом стадии, есть хоть одно, которое бы вы хотели себе купить? Ой, лично. Знаете, висящие, из висящих вещей, не только здесь, и в Москве, и везде, я говорю, я никогда ничего не куплю готовые вещи. Почему? Никогда. Потому что я хочу иметь столько, это в одну. Понятно. Ну, Кристо может себе такое позволить. Она художник. А как быть нам, простым смертным? Ведь мы-то надеялись, что эстонский эксперимент нас отучит гоняться за всё дорожающим импортом. А швейников научит не только подхлёстывать цену, но и поспевать за мировой модой, в том числе и молодёжной. Мы, швейники, мы можем твёрдо сказать, мы научились изготавливать продукцию на высоком уровне. Ведь хозяйственный расчёт открыл перед швейниками сияющую лестницу к храму моды. Но им понравилась только одна ступенька на этой лестнице – договорная цена. Нашему брату-покупателю нынче нужно необычное лекарство. Лекарство, способное исцелить систему ухо-глаз. Ну, чтобы совместить то, что слышишь от начальников над модой, с тем, что видишь на прилавках. У нас без конца всё говорят. Выпускаем, выпускаем, всё новое и новое. До сих пор я ничего не вижу. Извини, скажите, пожалуйста, почему вы ничего не покупаете? Да здесь просто нечего купить. Мы-то это знаем давно. Мы всегда правы и покупатели. И сознание собственной правоты нужно нам не только для того, чтобы беречь нервы, уходя из магазина без покупки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok